МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы можете зайти на электронный портал, страхование его создал Российский союз страховщиков, вы заходите на интернет-сайт и пробуете застраховаться. Вас рандомно выбирает страховая компания, и система вам предлагает застраховаться в ней. К сожалению, эта система тоже работает с ошибкой. Вы заходите, у нее бывают технические неполадки какие-то и так далее. В этом случае вы выбираете достойную, по вашему мнению, страховую компанию, приходите в офис страховой компании с документами и просите вас застраховать. Если страховщик говорит о том, что полисов нет, нужно три дня подождать, нужно что-то согласовать, я всегда своим лицам рекомендую включить камеру на мобильном телефоне и попросить сотрудника повторить то же самое. Вы увидите результат, вас застрахуют моментально. В случае, если вам страховая компания отказала в этом, вы вправе обратиться за жалобой в Центробанк, страховую компанию, вычесть суровую за это накачу. Наталья из Минусинска спрашивает. Заключила договор с юристом на 85 тысяч рублей. Юрист якобы составил и подал исковое заявление в суд, а теперь не отвечает на мои звонки, информации о моем судебном процессе не дает. Что делать? В данном случае нужно смотреть условия договора. То есть вы подписали договор, оплатили за определенную услугу денежные средства. Если данная услуга вам не была оказана, либо оказана некачественно, вы вправе расторгнуть этот договор, отказаться от его исполнения и потребовать возвращения денежных средств. К сожалению, не все юристы добровольно возвращают эти деньги и придумывают различные причины, лишь бы их не вернуть. В данном случае я могу рекомендовать только одно – обращаться с исковым заявлением в суд, в котором расторгать данный договор и взыскивать денежные средства. Продолжение следует... Продолжение следует...